С вами Алена Полынь, и сейчас все знают, что основная тема, похоже, всех пабликов – это смерть Алексея Навального. Немножечко предысторий для тех, кто смотрит меня впервые. Предполагался такой исход событий, прогнозировался такой исход событий. И высмеена была сила, и Алексей Навальный сказал о том, что, ну что теперь со мной, что-то должно случиться. Высмеял он круг силы в поддержку президента. Ну вот, как бы случилось. Случилось достаточно быстро, там было как отравление, потом, значит, вот эта вся история с посадкой и все остальное. Так, это небольшая предыстория. А мертвого говорят никак, либо хорошо, да, поэтому мы не будем никак это комментировать. А со своей стороны посмотрим совсем другое, не то, что сейчас все обсуждают, как, что, почему и так далее. Я не буду смотреть на картах, что случилось и почему умер Алексей Навальный. Мне, как ведьме, интереснее другое. Мне интереснее, кем перевоплотится данный человек, да, потому что его роль в истории, она была, да, то есть он сыграл свою роль определенную, и поэтому мне интересно посмотреть, кем он перевоплотится. Для этого я буду использовать три колода. Меня очень часто спрашивают, а что это за колода, что это за колода, и приходится администраторам отвечать. Буду показывать. Вот первая колода, которую я буду использовать, и мы на основании трех колод посмотрим. Да, сразу хочу сказать, не люблю я тему, когда нескольким колодам задают, даже не трех, я думаю, что мы посмотрим, может, даже на четырех, задают не один тот же вопрос, но в данном случае концепция будет такая, диалога с картами, что мы заглянем, ну, так скажем, в некую будущность, и я думаю, карта не обидится на меня, что я немножко с разных сторон посмотрю. Наша задача посмотреть, кем реинкарнирует воплотиться в следующем своем воплощении Алексей Навальный. Душа еще не ушла, я это понимаю, многие скажут, что в этот период смотреть нельзя, не нужно и так далее. Ну, здесь достаточно, как бы, ну, это необычный человек, да, то есть это человек, любой известный человек, что злодей, что добрый человек, неважно, как бы вы идентификацию не давали человеку, в целом, это душа, которая уже известна, куда пойдет. Я покажу вблизи, потому что тут прорисовочка хорошая. Что значит ведьма, а не блогер. Сейчас я покажу, вижу, что отсвечивает. Так. Первая карта. Ну, видите, деньги, да, человек собирает деньги. Видно, да, вам, что человек, это, ну, звезды Пентакли, он собирает деньги. Трое сидят у костра. И следующая у нас идет вот такая карта, как бы немножечко идет не как строительство гнезда, а как, скорее, агрессия двух птичек. Вот, по моим ощущениям, энергетически это как агрессия, хотя вдали есть гнездо. Значит, что могу сказать по данной концепции из трех карт, что нам раскрыла именно эта колода, какие моменты она раскрыла нам. Ну, во-первых, о том, что душа берет с собой некий денежный потенциал однозначно, о том, что есть некая договоренность по второй карте, и третья карта, гнездо для меня, это страна, где ты жил, и конфликтность внутри страны, это тоже душа забирает с собой. То есть финансовое достояние, то есть деньги будут однозначно в следующей реинкарнации. Есть некая договоренность, тоже какие-то договоренности с какими-то душами воплотиться, и конфликтность внутри страны. Это тот информационный ряд, который душа забирает с собой. Смотрим дальше. Следующая колода, на которую я буду смотреть, она вот такая. Вопрос мы задаем тот же, кем реинкарнирует Алексей Навальный. То есть вы видите, сейчас каждая колода откроет определенные энергетические потоки. Конечно, он не как Навальный уже инкарнирует, его душа имеется в виду, кем реинкарнирует. Буду показывать вблизи. Так, ну, что нам показала данная колода? Видите, у них у всех колод свой характер. Сад, да, ну, какие-то действия он будет производить. Сейчас я даже дополнительную достану. Так, какие действия. Ага, ну вот. Это нам показывает, что эта колода, она берет сейчас, сейчасшнее состояние души. То есть она не взяла глубже. Вот поэтому у меня сомнение возникло по этой энергетике карты. Это еще не реинкарнация. Это то, что происходит сейчас. Некая суета вокруг него, некие действия вокруг него. Ну, вот он, собственно, сам гроб, да. То есть имеется в виду смерть, да. Здесь же идет карта корабль. Это перевозчик душ. Душ, вы это понимаете, да. То есть символизм этот. Река мертвых, перевозчик душ. Символизм. И дом, это уже как, ну, дом души, помещение его куда-то, да, души. То есть показывает, что душа еще не ушла. Достал еще одну карту из этой колоды. Карта звезды, да, показывает, что это будет еще. То есть душа не ушла, и его уход в иные миры. Вот это вот показывает, да. Звездный путь, уход в иные миры. Не в смысле, что он звезда, да. В смысле, что уход в иные миры. Так, ну и что? И мы смотрим еще на одной колоде. Вот это очень интересная колода. Видите, та колода предыдущая показала, что возьмет душа. Эта колода у нас показала, что еще не, ну, как бы, не ушел отсюда, да, и дальше она не заглянула. Почему я говорю, что каждая колода покажет что-то свое. Я говорю, следующая колода, с которой мы будем работать, сейчас закрою, чтобы было видно. Так, где у нас? Вот так вот, чтобы вам было видно. Это Санта Муэрте. Смотрим. Кем выплатиться? Какой аватар будет в следующий раз у души Алексея Навального? Покажу все вблизи, вижу, что отсвечивает. Так. Два старших аркана, Солнце и Луна, вышли. Это, кстати, неплохо. Так, первая карта. Вот такая. Эмоциональный будет персонаж. В следующем воплощении очень эмоциональный, очень чувственный. Это вода. Предполагаю, что это будет женское начало. Дальше смотрим. Карта Луны. Старший аркан. И карта Солнца. Будет опять значимая персона. То есть будет известный человек. Да. Вот. Это однозначно. Вот сейчас какой-то идет переход. По карте Луни можно еще это тоже. Но два старших аркана, Солнце и Луна, нам говорят о том, что... Ну, Солнце – это известность, да? Что будет это известный человек. А карта Луны говорит о том, что это будет женское начало. Достаточно известная женщина. Так. Я хочу еще на одной колоде посмотреть. Это колода сейчас. Коробочку я покажу. Видите, глубоко не ковыряют, потому что еще перехода не совершилось. Но все равно мы что-то уже можем посмотреть. Значит, кем будет... Какое тело будет у души Алексея Навального в следующем воплощении? Чем будет заниматься и какое будет тело. Так. Ну, он опять будет сопротивляться чему-то. Кстати, вот по этой карте... Сейчас я хочу еще раз показать. Я не убрала специально. Помните, мы смотрели? По этой карте тоже была история сопротивления. То есть, это будет женщина такая, которая сопротивляется чему-то. Карта Тайник. И карта Территория. То есть, втайне на какой-то территории он будет организовать она, потому что это, скорее всего, будет женщина, какие-то сопротивления. За счет чего? Станет известной. Но вот видите, как души, перевоплощаясь, определенные энергии уносят с собой. Вот такой интересный расклад получился. Мне самой было очень интересно. Ну, а как вам? Пишите. Давайте обратную связь. Продолжение следует...